Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Орден Ленина в Рязани. Скандальная история, связанная с высшей государственной наградой СССР, подошла к развязке. 100 лет революции 1917 года. О значении переворота для нашей страны. Кто бы пошел сейчас на войну? 76 лет со дня знаменитого парада на Красной площади, после которого войска отправлялись на фронт. В 1917 году Рязанской губернии должно было исполниться 139 лет. События тех лет внесли свои коррективы не только в масштабах страны, но и нашего края. Прошло 100 лет, и теперь революцию рязанцы вспоминают, проходя торжественным маршем по Первомайскому проспекту. Вот только имеет ли отношение центральная улица города к событиям 1917 года и целесообразно ли выбирать именно этот маршрут для шествия, выясняла Марина Комиссарова. Население Рязанской губернии в 1897 году составляло 1 миллион 827 тысяч человек, а в 1906 году 2 миллиона 74 тысячи человек. Жили они в 12 городах и почти десятки тысяч сел. 86% из них было крестьянами, 8% военнослужащими, 4% купцами и мещанами и чем меньше, чем по проценту дворянами и духовенством. Через Рязань проходили две железных дороги, действовал 35-километровый городской водопровод. Городская электростанция питала 15 тысяч лампочек и 500 электромоторов разной мощности. Регион был аграрным, промышленная революция еще не совершилась. Главной посевной культурой была рожь, а картофель занимал всего 4% площадей. В фабрике, где было больше 50 рабочих, можно было пересчитать по пальцам. И более 500 тысяч жителей региона зимой уезжали на заработки в Москву и Санкт-Петербург. Примерно 7700 женщин занимались на дому кружевоплетением, и их продукция продавалась на экспорт в другие страны. В городах Рязанской губернии работали 16 типографий и 13 фотосалонов, благодаря которым сегодня мы имеем газеты, листовки и фотоснимки тех лет. Тогда в состав губернии входили Зарайскные, не относящиеся к Московской области. К Липецкой области перешли Рененбург, ныне Чеплыгин и Данков. Однако районов прибавилось. Фотографии революционной Рязани, а также личные предметы революционеров по сей день можно найти в фондах Рязанского Кремля. Это и обширный фотографический материал, кое-что из живописи, потому что в советское время, конечно, и фотографии живописных полотен, посвященных Великой Октябрьской социалистической революции было очень много. Скажем так, материал про большевиков был очень большой, про другие какие-то партии, фракции мы, конечно, к сожалению, мало что могли показать. Такое важное историческое событие, сколько бы споров оно ни вызывало, находят отголоски поныне. И те, кто считает Ленина великим вождем, а события 17-го года переломными, в лучшую сторону для страны, в ближайшие выходные соберутся на митинг и торжественное шествие в центре города. Однако имеет ли центр отношение к революции? Есть названия в Рязани, которые притягивают проведение демонстрации, посвященные 7 ноября. Это, конечно, поселок Преокский с улицей главной улицы Октябрьской, почти трехкилометровой, с примыканием к ней улиц Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Это целый набор зданий с символикой, с коммунистической, советской. То есть там все работает на то, чтобы именно этот маршрут был освоен именно 7 ноября. Не только из этого названия, да, это поселок, сам весь памятник советского периода. Игорь Канаев предлагает альтернативу такому собранию. Митинг и шествие по улицам, которые действительно названы именами идеологов социализма. Носило бы более символический смысл и к тому же оставило бы свободным центр города, тем самым не помешав автомобилистам. Мы на главной улице поселка Приокский, Октябрьской, возле ДК Приокского, бывшего ДК Станкозавода, где существует огромная площадь, которая вполне могла бы принять на себя, именно сюда, на Октябрьскую, в этот вот красивый квадрат большой, мог бы стать памятник Ленин. И площадь Ильича, например, чтобы не путали, или Ульяновская, или площадь Ильича, вполне это возможно. Тем более, что есть Стелла, посвященная Владимиру Ильичу, есть 15 Советских Республик и Герб Советского Союза. Сколько бы споров не рождала спустя 100 лет Великая Революция, ясно одно. После событий тех лет развитие нашей страны прошло в совершенно ином направлении. Одобрять или осуждать, сегодня у каждого есть выбор, но знать и помнить обязан каждый. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В минувшие выходные рязанские коммунисты отметили столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Колонна под красными знаменами прошла по центру города и вышла к площади Ленина, где состоялся митинг. Подробности в следующем материале. Великая Октябрьская социалистическая революция стала переломным событием в истории нашей страны. О столетии переворота говорят и вспоминают на протяжении всего юбилейного года. Ну а накануне исторической даты, 6 ноября, региональное отделение КПРФ провело в Рязани традиционную демонстрацию, посвященную годовщине Октябрьской революции. Демонстрация началась в полдень на площади Победы. Движение по Первомайскому проспекту в это время было перекрыто, так что колонны под красными флагами двинулись по главной улице города в сторону площади Ленина. К памятнику вождя, члены партии и другие участники демонстрации возложили цветы, после чего первый секретарь комитета Рязанского областного отделения КПРФ Владимир Федоткин поздравил всех собравшихся с юбилеем Великой Октябрьской революции. Она несла людям счастье, она несла людям свободу, она несла людям работу, она несла достойную жизнь, все то, что сегодня так не хватает. Но чтобы это вернуть, нужна ваша активная позиция. Участвуйте почаще в наших митингах, в наших пикетах, потому что власть уважает только сильных. Посмотрите, как на Западе, миллионы на улице и проблемы все решаются. Не проспите свою судьбу. Я хотел бы поблагодарить сегодня всех, кто в этот день вышел с нами на демонстрацию. Так, сообща, вместе мы и победим. Во время традиционного митинга рязанские коммунисты отметили те блага, которые подарила обществу революция 1917 года. В их числе были названы бесплатное образование, здравоохранение, право на труд и отдых, а также обеспечение достойной старости пожилым людям. И только наша Октябрьская революция уничтожила эксплуатацию в любой ее форме. И главное, уничтожила основную причину. Это частная собственность. В этом и состоит ее всемирное значение. Победа Октябрьской революции ярко показала, на что способен свободный от угнетения трудовой народ. Каких исторических вершин, каких достижений может достичь человек, когда государство реально делает все для раскрытия его потенциала. Также члены Коммунистической партии отметили, что достижения Октября в капиталистические времена были утрачены. Однако вернуть их вполне реально. Великая Октябрьская социалистическая революция обеспечила людей бесплатным образованием и здравоохранением, дало право на труд и отдых, обеспечила достойную старость пожилым людям. К сожалению, сейчас капиталистическое время, достижения Октября были утрачены. Всего в демонстрации приняло участие порядка 300 человек. Отличившихся партийцев и активистов отметили памятными медалями 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, а также орденом ЦК КПРФ за заслуги перед партией. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». День Великой Октябрьской социалистической революции в советские времена являлся большим праздником. Поэтому именно 7 ноября в 41 году прошел знаменитый парад на Красной площади, после которого войска советской армии отправлялись на фронт. В этом году, спустя 76 лет, торжественный марш в Москве по традиции вновь состоялся. Считается, что это знаковое событие, которое необходимо помнить. Именно с того самого военного парада начался перелом в Великой Отечественной войне, долгий и трудный путь на Берлин к победе. Это событие справедливо было приравнено к успешной военной операции. Парад на Красной площади 41 года и сегодня остается событием символическим. Как и много лет назад, он продолжает давать новым поколениям россиян мощную закалку боевым духом. Поднимает и окрыляет, помогает нам верить в собственные силы и единство страны. 7 ноября 1941 года – значимая дата в истории нашей страны. В трагические дни, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от Москвы, на Красной площади прошел первый военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В самые трудные дни Великой Отечественной в осажденной Москве более 28 тысяч человек прошли торжественным маршем по брусчатке. Батальоны пехоты, эскадроны конницы, артиллерии и танки, вооруженные рабочие, прошедшие ноябрьским морозным утром, ознаменовали силу и мощь государства. Легендарный парад навсегда вошел в историю и остался в памяти как пример несгибаемого мужества и несокрушимого народного духа. Парад показал всему миру, что боевой дух армии и народа не сломлен и ознаменовал моральный перелом в ходе войны. Между тем, далеко не все помнят не только об этой дате, но даже о самом параде. Я не знаю, не слышал иронию. Нет, день революции, наверное. Парад, что там был? Был парад. Дух поднял, что в такое время на парад люди шли и сразу на войну ходили. И парад? Нет, такого не слышали. В 41-м году только война началась. В 45-м закончилась в мае. А про это не слышали? Парад не слышали? Нет, нам даже не говорили про это вроде. Между тем, хранить память – это святая обязанность потомков, наследников великих героев. Именно об этом в своей речи напоминал тогда, в 41-м, Иосиф Виссарионович Сталин. Забывать о своем прошлом и наследии великих воинов и защитников прошлых столетий не стоит и в мирное время. Герой войны есть практически в каждой российской семье. Сильнейший дух и есть, собственно говоря, то, что через все века ведет русскую армию к победе над всеми врагами, которые когда-либо приходили на нашу землю. В семье Андрея Алексеевича принято чтить память и хранить традиции. Именно поэтому сохранилась по сей день форма одного из членов семьи, который служил в войсках НКВД. Войска НКВД, вопреки общему мнению, не занимались охраной концлагерей. Этим занималась внебедомственная охрана. Войска НКВД воевали на передовой. В основном, в основе своей, это были снайперские команды, которые отряжались из дивизии НКВД на передовую линию, которые наносили немалый урон неприятелю. Кроме того, что дивизия НКВД, это именно та дивизия, которая остановила 6-ю армию Паулюса в Сталинграде на том месте, которое сейчас называется площадью Чекистов. Недаром она называется площадью Чекистов. Именно в этом же 1941 году рота войск НКВД не позволила немцам войти в город Орел. Много тайн тех страшных лет скрыто от нас навеки. Много имен, павших на полях сражений, мы так и не узнаем. Но четко представлять основные вехи истории – долг каждого из нас. Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года стал потрясающим примером стойкости, мужества и отваги, после которого люди поверили в победу в жестокой войне с сильнейшим врагом. По своему влиянию на последующие события парад приравнивают к ключевым военным операциям. С исторической точки зрения совершенно очевидно, что парад на Красной площади и битва за Москву стали переломным моментом, первым ощутимым ударом для немецких войск. Что забвение предков своих и есть первый признак дикости. То есть реконструкция этих событий должна проходить ежегодно, потому что вот как было сказано, что парад этот поднял дух русского народа до всего советского народа в борьбе. Вот могу сказать словами своего отца, ныне покойного, он участник Великой Отечественной войны. В ту пору он еще, как бы сказать, не был признан в армию, находился в селе, в Рязанской области, в селе Батурино, нынешнего Рыбновского района. Вот, его дед, Павел Ефимович Кукалев, юровский кавалер русско-японской войны. Вот после того, как прочитал в газете о сообщении об этом параде, он сказал следующие слова. Ну, теперь-то мы их погоним. 46 участников того легендарного парада живут по сей день в столице, как живая память о провале плана Блицкрик и гитлеровского замысла в праздничный день пройти по Москве. Каждый год, 7 ноября, в День воинской славы, мы отдаем дань памяти защитникам Москвы, которые сделали то, что всему миру казалось невозможным. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Скандальная история, связанная с орденом Ленина, которым была награждена Рязанская область 12 марта 1958 года, пришла к развязке. Ранее появились данные, что высшая государственная награда СССР выставлена на продажу на одном из зарубежных интернет-аукционов более чем за 1 миллион рублей. Однако, 7 ноября, в день столетия Октябрьской революции, орден Ленина появился в правительстве Рязанской области. Сначала его чуть не продали на интернет-аукционе, а теперь неизвестный все же решил его вернуть в правительство Рязанской области. Высшая государственная награда Советского Союза теперь заняла свое место на стеллаже ценных подарков области в коридоре правительства. Орден Ленина сегодня представлен. В памятные дни он будет выставляться в правительстве Рязанской области для всеобщего обозрения, как мы делаем сегодня. И будет храниться в правительстве Рязанской области. Но до конца история ордена Ленина так и осталась непонятной. Кто его выставлял на продажу? Как и при каких обстоятельствах награда исчезла из области? Почему хранилась в частных руках и почему ее вернули инкогнито? На эти вопросы ответа по-прежнему нет. На прошлой неделе орден Ленина вернул в правительство Рязанской области человек, который излил желание остаться неизвестным. В правительстве выразили надежду, что вернувший награду человек все же раскроет себя. И в этом случае он даже может претендовать на звание почетного гражданина области. Правда, не исключено, что ему же и придется ответить на все интересующие вопросы. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Все происшествия, которые связаны с самолетами, приковывают к себе внимание. В безвыходном положении между небом и землей оказываются сотни людей. Их жизни зачастую зависят от действия экипажа. Так и в этот раз на высоте 2,5 километра над Окским заповедником, расположенным на территории Рязанской области, с замиранием сердца ожидали завершения полета пассажиры рейса Москва-Хашимин. Самолет вылетел из столицы России в 20.35, 6 ноября. Во время полета над Рязанской областью он стал резко снижаться. Как выяснилось, у лайнера отказал один из двигателей. В результате было принято решение вернуть самолет в Москву. Однако перед этим на протяжении нескольких часов лайнер сжигал топливо, чтобы посадка в столице прошла удачно. Позже один из пассажиров самолета рассказал на интернет-форуме, что экипажу не удалось предотвратить панику на борту. Можете поздравить всех пассажиров со вторым днем рождения. До сих пор этот ужас перед глазами. Отказал один из двигателей, кружили в районе 4 часов и сжигали топливо. Сели благодаря профессиональным навыкам экипажа и молитвам пассажиров. Это слова одного из пассажиров. По всей видимости, многим из них виражи над Оггским заповедником запомнятся надолго. Стоит сказать, что в результате лайнер все-таки вернулся в Москву. После этого пассажирам пообещали отправить их во Вьетнам на самолете другой авиакомпании. Прошедшие выходные запомнились двумя резонансными авариями. В центре города, на перекрестке улиц Ленина и Праволыбецкой, сбили девушку-пешехода. С отрясением мозга и ушибами ее доставили в областную клиническую больницу. Девушка переходила дорогу днем на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем сбившего ее автомобиля находился молодой человек. По словам очевидцев, тормозить он не собирался. Другая авария случилась ночью в Михайловском районе. Столкнулись скутеры и автомобиль ВАЗ. В результате ДТП девушка-водитель с полученными травмами была доставлена в больницу, а ее 22-летний пассажир скончался на месте аварии. По предварительным данным, у водителя скутера не было прав. И к новостям спорта. Рязанский самбист Михаил Воробьев стал двукратным победителем Кубка Европы. Соревнования проходили в Мадриде. Молодой человек завоевал золотую медаль как в личном, так и в командном зачете. Лучшим самбистом Европы стал Михаил Воробьев. На соревнованиях в Испании он дважды поднялся на верхнюю ступень пьедестала. В весовой категории до 68 килограмм рязанский спортсмен одолел хозяев Кубка. Конечно же, очень рад. Эмоции переполняют. Довольны результатом собой. Ну и своим функциональным и физическим состоянием. В успех спортсмена тренеры верили безоговорочно. Сложность у Михаила возник лишь в начале турнира. В первой схватке с румынцем. Сосредоточиться рязанцу мешало волнение. А вот финальная встреча с испанцем прошла гладко. Она длилась чуть больше одной минуты. Настроился, подготовился к нему. Я видел, что до этого он делал, как он боролся. И схватка закончилась досрочно. Я перевел его в партер и сделал ему болевой. Борьба в партере – это отличительная особенность Нижнеломонской школы по самбо. Ведь Михаил Воробьев начинал свою карьеру в Пензенской области. В Рязань молодой человек приехал лишь в 2013 году. Другие-то из Беларуси приезжали и спрашивали, что это у вас за парень занимается. Я говорю, ну вот занимается, вроде молодой какой-то, бегает. Говорит, вот хороший малый, нам нравится. Я что-то смотрю, вроде обычный, как и все. В том, как результаты пошли, так, оказывается, действительно, да. Ну что, трудолюбивый парень. Такой целеустремленный. Чтобы отобраться на соревнования, Михаил еще в январе выиграл первенство России и вошел в состав национальной сборной. В Испанию он поехал вместе с двумя юношами и двумя девушками, став единственным представителем Рязанской области. В первую встречу мы боролись с командой Испании-2, а в финале уже с командой Испании-1. Все две встречи я также выиграл досрочно. Двукратный чемпион Кубка Европы расслабляться не привык. Несмотря на 14-летний опыт борьбы и звание мастера спорта международного класса, Михаил ставит перед собой все новые цели. Самое главное, наверное, выиграть чемпионат мира. Скоро будет отбор на него в марте. Будем готовиться, бороться и надеемся, что чемпионат мира будет наш. Кто больше тренируется, тот и чемпион. И своей трудоспособностью он заработал этот результат. Желаем Михаилу удачи и будем следить за успехами спортсмена. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В октябре в Москве состоялось знаковое событие для любителей швейцарских часов. 17 октября окончательно подвели итоги 5-го всероссийского конкурса названия «Лучший часовой магазин 2017 года». По версии самых авторитетных часовых изданий, таких как «Мои часы», «Часовой бизнес», «Таймселлер», «Ватчмедиа» и «Тайм ту тайм» убедительную победу в номинации «Лучший ассортимент» одержал коломенский салон швейцарских часов «Таймхолл». В своей номинации он стал лучшим часовым салоном России. Лучший ассортимент в салоне «Таймхолл». И этот факт признан авторитетным жюри всероссийского конкурса. На протяжении всего 2017 года конкурсная комиссия проводила осмотр ведущих часовых салонов России. И в итоге коломенский салон стал лучшим в стране по своему ассортименту. Именно «Таймхолл», являясь авторизованным дилером по всемирно известным брендам, таким как «Такхойр», «Ланжин», «Радо», «Морис Лакруа», «Фредерик Констант», «Раймонд Вейл», «Карбушерер», «Зенит», а также «Тесо», «Сертина» и другие, имеет самые крупные коллекции, опережающие не только города-миллионники, но и столицу. Залогом успеха стала ежедневная и кропотливая работа. Важно было не только грамотно нарастить коллекции и тем самым расширить ассортимент, необходимо было при этом соблюдать строжайший мерчендайзинг. Часовые салоны, работающие с мировыми швейцарскими брендами, обязаны соблюдать общепринятые правила, установленные производителями. Каждый бренд предъявляет самые жесткие требования к оформлению своих коллекций, и «Таймхолл» смог подтвердить соответствие этому высокому уровню. Тут, видимо, делая свое дело, мы и привлекли интерес конкурсного жюри, который уже со своей стороны оценил созданные нами перемены в салоне, присудив название «Лучший салон России» в номинации «Ассортимент». Но об этом мы узнали только на церемонии награждения, где интрига сохранялась до последнего момента. Для нас всех это стало полной неожиданностью. Нас приглашают на ежегодную часовую выставку, в рамках которой всегда проходит подведение итогов конкурса «Лучший часовой магазин» и награждение победителя. И когда в зале с полной аудиторией прозвучала «Таймхолл» колонна, мы даже растерялись, потеряли дар речи, прежде чем подняться на сцену. Ну а далее наш триумф, награждения, поздравления, овации и, конечно же, много шампанского. После мы уже увидели в журнале «Часовой бизнес» – это федеральное издание – публикацию о нашем салоне. И были безумно счастливы, что и здесь наши заслуги тоже отметили. И хотелось бы поблагодарить журнал «Часовой бизнес» «Мои часы» и Вячеслава Медведева за участие, а жюри поблагодарить за победу. Руководство салоном «Таймхолл» таким образом продумало концепцию по созданию широкого ассортимента, чтобы жители Коломна и других городов, таких как Воскресенский, Горевск, Луховица, Озеры, Кашира, Ступино, Зарайск, Бронницы, Раменск и Рязань всегда смогли подобрать для себя самый подходящий вариант, и при этом теперь не обязательно ехать в столицу, так как самый лучший выбор по самым известным и ведущим швейцарским брендам по признанию авторитетных часовых изданий создан в салоне «Таймхолл» в торгово-развлекательном центре Рио в городе Коломна. Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи! Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Субтитры создавал DimaTorzok